Здравствуйте, Александр Герасименко. Вдумайтесь в магию этой фразы. Просто поменяй свое мышление, и ты изменишь свою жизнь. Фраза магическая, потому что у сознания есть четыре дыры, в которые сознание пропускает буквально все. Правдивую информацию, ложную, портящую сознание информацию. Первая дыра – это лень. Вдумайтесь. Просто меняй свое мышление, а дело это ничего не надо. Ты можешь лежать, думать иначе, думать о другом, и это изменит твою жизнь. Вторая дыра – это страх. А чем люди рискуют? Ты будешь думать иначе. Это как сон. Ты во сне можешь делать что угодно, но ты проснешься с только положительными результатами. Представьте, ты идешь в казино, и ты себе напечатал фишки сам. Это не фишки, которые ты получил в обмен за деньги, а это фишки-фантики. Они настоящие. Но если ты выиграл, ты получаешь выигрыш настоящий. Если проиграл, ты просто проиграл свои фантики. Риск нулевой при изменении своего мышления. Далее, третья дыра – сразу. Прямо сейчас ты можешь начать думать о чем-то другом. Люди хотят сразу, и это прям сразу работает, и заходят в самые глубины их желаний. Мы принимаем это, потому что все, что сразу, это то, что мы хотим больше всего. И четвертая дыра. А фраза эта звучит красиво? Как же здорово. Поменяй свое мышление, и ты изменишь свою жизнь. Помните, на мой взгляд, самую красивую и точную ситуационную цитату Нил Армстронг, высадившись на Луне, сказал That's one small step for a man, one giant leap for mankind. Один маленький шаг для человека, огромный скачок для всего человечества. Видите повторение шаблона? Шаг для человека, скачок для человечества. Измени свое мышление, изменишь свою жизнь. Это красиво. И мы впускаем в свой мозг то, что красиво звучит. Давайте разберемся, как на самом деле меняется мышление. И для этого мы уйдем от всех этих красивых фраз, от манипуляционных вещей, которые используют всегда, чтобы влиять на людей, к науке. Потому что именно наука объясняет нам, как работает мозг. А мозг – это орган, продуктом которого является мышление. Итак, для этого взглянем сейчас на мозг в двух картинах. Картина первая – микрокартина. Картина вторая – макрокартина. Микрокартина. Мозг состоит из огромного количества, около 80 миллиардов нейронов. Эти нейроны образуют сотни миллиардов переплетений друг с другом. Каждый нейрон имеет три основные части. Это дендриты. Они как пальцы, щупальцы, собирают информацию в себя. Далее идет тело нейрона. Тело нейрона обрабатывает информацию, подобную компьютеру. И аксон, один аксон, отводит информацию дальше к другим нейронам, которые другими дендритами забирают эту информацию. Получается, подобно щупальце мы берем информацию нейронам, перевариваем и уводим ее. Так вот, что интересно. Мозг научился меняться под задачу, над которой он работает. Он научился выращивать новые щупальца на своих дендритах. Помните, в интернете есть такая картинка, где у человека есть пальцы, а на пальцах выросли руки дополнительные. А на этих пальчиках еще ручки выросли. Именно это происходит с каждым нейроном, когда мы ставим перед ним очень сильную задачу. Более того, в течение часа мозг способен отращивать новые дендрит спайкс. Я говорю по-английски, больше информации по нейрофизиологии есть на английском языке, поэтому так. Дендрит спайкс или спайнс, правда, в литературе называют их, это оба варианта правильные. Это маленькие наросты в виде сосочков. В кишечнике есть сосочки, которые впитывают информацию. В мозге на дендритах есть своего рода сосочки, дендрит спайкс, дендритовые отростки, которые вырастают в течение часов, некоторых часов под задачу, которую мы ставим перед собой. Это была микрокартина. Давайте мы сейчас удалимся далее от мозга и посмотрим, на какие зоны мозг разбит. Многие зоны ученые поделили условно. То есть там нет четкой границы, и они отличаются как печень, либо сердце, органы внутри человека. И тем не менее знать их нужно. Три очень важные для нас сегодня зоны. Зона первая – это prefrontal cortex. Это лобная доля коры мозга. Здесь происходит главное мышление, планирование. Здесь живет сила воли человека. Именно поэтому, если вы не выспались, вы можете объесться, переесть. Вы можете опять прибегнуть к какому-то поведению, к которому вы отучали себя. Потому что здесь находится сила воли, которая отключается у уставшего человека. И по сути дела, prefrontal cortex, лобная доля коры мозга, она отделяет человека от всей этой армии животных, от которых мы эволюционировали. Вторая очень важная информация в нашем мозгу – это гиппокампус. Гиппокампус отвечает за складирование информации и за доставание информации из нее. Иными словами, гиппокампус – это наша память. И третья очень важная информация в нашем сознании, в нашем мозгу – это амигдула. Амигдула отвечает за стресс и за страх. Так вот, чем больше задач мы ставим перед человеком с развитием каждой из этих зон, тем больше эта зона начинает работать и развиваться. И тем более профессиональны в этом мы становимся. Если стоит задача – ныть и бояться, человек осваивает эту задачу. Он становится непрофессионалом, потому что дендрик спайкс сначала, а потом гендриты разрастаются в зоне его амигдулы, и они формируют такую мощную сечь, что весь его мозг построен под задачу бояться и ныть. Он попадает в ситуацию, когда, казалось бы, все хорошо, и там он будет ныть. Он в ситуации, где все безопасно, он и там найдет, чего бояться, потому что так построен его мозг, его нерасплетения созданы под задачу бояться. Или же, если человек планирует, он привык упорствовать, он привык думать, он развил очень мощные связи в своей коре головного мозга в лобных долях, то в ситуации, даже когда, казалось бы, у другого опускаются руки, ситуация безвыходная, он упорствует и думает до последнего, когда все уже сдались. Почему? Да потому что именно так построен его мозг. Часто, нанимая людей, или люди женятся, выходят замуж, они думают, ну почему он, либо она, не может думать, как я думаю? Почему эти работники рождают такие плохие, глупые идеи, или принимают такие глупые решения? Неужели им не трудно вот так просто подумать? Люди не все понимают. Общаясь с другим мозгом, ты фактически будто бы имеешь дело с другим государством. Представьте себе два государства. Германия и Камбоджа. И подобно двум разным мозгам они живут. Здесь есть разный родные нейроны. Это люди, которые населяют каждую из этих стран. И нейроны общаются друг с другом. Есть разная сеть дорог, разные индустрии развитые. Станки разные стоят, разные системы образования. И говоря с Камбоджей, говоря ей, просто поменяйся. Думай, как я думаю. Мы пытаемся из Камбоджи сделать Германию. Это довольно-таки сложный процесс изменения формации мозга, потому что мы фактически просим человека отрасти огромную сеть нейронов и сделай это быстро. Это невозможно. Мозг меняется по задачу, но мы можем ускорить процесс изменения. Есть три компонента, которые помогают мозгу быстрее эволюционировать и меняться. Компонент первый – это направление мышления. Обычно, если человек работает над одним проектом, он работает одним днем и ночью, много, и проект довольно-таки направленный, то это развивает мышление человека. И потому что, во-первых, это в макрокартине развивает его разные зоны мозга, и это строит огромное количество нервных связей в его сознании. Далее. Второе – это интенсивность мышления. Третье – это время, которое человек уделяет этому проекту. Направление – интенсивность – время. Давайте возьмем сейчас двух людей. Человек первый, который учится и является хроническим студентом. Он получил одно образование – пять лет, другое образование – пять лет, и сейчас опять-таки дальше он учится. И возьмем бизнесмена. Как вы думаете, чье мышление сильнее поменяется? Мышление студента вечного или мышление бизнесмена? Он же учится дольше, он посещает разные пары, он общается с профессорами, с другими студентами. По всем трем параметрам смены мышления он проигрывает, потому что его мышление получается разрозненное, он не сфокусирован, он ходит на разные предметы, на разные пары, слишком много разных людей. Поэтому направление мышления у него сильно отстает от бизнесмена, который думает постоянно о своем бизнесе. Далее интенсивность. Ну, если ты получишь двойку, что будет? Ты можешь ее пересдать. Если ты остался на второй год, ты остался на второй год. Выгонят тебя с вуза? Ну, пускай тебя выгонят. У мозга нет реальных причин вовлекаться полностью в этот мыслительный процесс. У бизнесмена эти причины есть. Если он потеряет свои деньги, он потеряет все свои деньги. Фактически интенсивность мышления определяется, как далеко ты унес себя из мира виртуального в мир реальный, где существуют реальные последствия. И только там, где есть реальные последствия, мозг напрягается на 100%. И последнее. Время. Сколько по времени занимается студент? Приходит на учебу к 9 часам. Проспал, придет на вторую пару. Потом он заканчивает учебу. Он приходит домой, общается с друзьями, общага, все эти друзья. Сколько по времени думает о бизнесе бизнесмен? Постоянно. Он постоянно думает о бизнесе на работе. Он ей думает о нем. Он приезжает домой и тоже думает о бизнесе. Давайте вернемся к фразе. Фраза «Просто поменяй свое мышление, и ты изменишь свою жизнь». Точная ли она? Она точная. При смене мышления жизнь меняется полностью, но она очень близорукая. Если мы удалимся от этой фразы, мы увидим весь процесс в масштабе. Сначала ты меняешь свои действия. После смены действий под задачу меняется твоя нейронная сеть. И со смены нейронной сети, и только после смены нейронной сети меняется мышление. Фактически смена мышления – это третий этап. Меняешь действия, меняется нейронная сеть, и меняется мышление. И так ты поднимаешься на этап выше, где ты эволюционируешься, и понимаешься выше, выше и выше. Я резюмирую. Фраза «Просто поменяй свое мышление, ты изменишь свою жизнь» – верна. Но мы должны понимать, что это маленький участок, самый конечный этой цепи. И все начинается со смены действий, под которыми меняется мышление. Сильная команда, сильный проект, полная увлеченность и работа в зоне своего таланта гарантируют тебе три главных компонента изменения мышления. Это четкое направление, на котором ты будешь сфокусирован. Это интенсивность мышления и количество времени, которое ты отдаешь этому проекту. И только когда высокая направленность, постоянная, высокая интенсивность и огромное количество времени отдано проекту, тогда мы можем подниматься по ступеням, каждая из которых разделена на три этапа. Смена действия, замена нейронной сети и смена мышления. С вами был я, Александр Герасименко. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова